Госсекретарь США Рекс Тилерсон встретился в Маниле с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Обсуждали новые санкции Вашингтона и реакцию Москвы. По мнению Тилерсона, между странами сохраняется атмосфера недоверия. Российское вмешательство в выборы – бесспорно серьезный инцидент. Мы обсудили это на вчерашних переговорах с министром Лавровым. Это была попытка помочь им понять, насколько серьезен этот инцидент, насколько сильно из-за этого пострадали отношения между США, американским народом и народом России. Это создало глубокое недоверие между двумя странами. Нам просто необходимо как-то с этим разобраться. Кремль категорически отрицает обвинения в попытках повлиять на исход президентских выборов США. На прошлой неделе Вашингтон все равно ввел самый масштабный пакет санкций против России за последние годы. В ответ Москва объявила о сокращении штата американской депмиссии. Но, по словам Тилерсона, разрывать связи из-за разногласий бессмысленно. Он отметил, что Россия продемонстрировала, цитата, «некоторую готовность к диалогу по Украине». Сергей Лавров также заявил, что видит точки соприкосновения. Мы напомнили о том, что и президент Соединенных Штатов, и госсекретарь обещали нам, что в ближайшее время приедет специальный представитель США по украинскому регулированию, господин Волкер. Рекс Тилерсон подтвердил, что такой контакт с нашим представителем Владиславом Сурковым запланирован и состоится в самое ближайшее время. На саммите в Маниле также обсуждают ядерное вооружение Северной Кореи. Пхеньян отказался вести переговоры по северокорейской ядерной программе из-за, цитата, «враждебной политики Вашингтона». США на прошлой неделе ввели очередные санкции против КНДР. Пхеньян в ответ пригрозил Вашингтону, заявив, что Соединенные Штаты ошибаются, если думают, что они в безопасности. А в субботу Совет Безопасности ООН единогласно одобрил международные санкции против корейского режима. Они запрещают другим странам выдавать разрешение на трудовую деятельность жителям из Северной Кореи и вводят запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля, морепродуктов. Ожидается, что из-за санкций Корея будет терять около 3 миллиардов долларов в год. Новые ограничения ввели после того, как в июле Пхеньян опять провел испытания межконтинентальных баллистических ракет. В Якутске прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. В России он отбывает 20 лет заключения по обвинению в организации террористической группы. Активисты растянули плакат с надписью «Свободу Сенцову» на мосту через озеро Сайсары. Это в 8 километрах от колонии, в которой находится Сенцов. Видео опубликовала бывшая участница группы «Пуссирайт» Мария Алехина. Она назвала дело Олега Сенцова и Александра Кольченко одним из ключевых политических дел в истории России. Два года назад суд признал их виновными в подготовке терактов, аннексированном Крыму. Свою вину оба не признают. Украина и правозащитные организации считают Сенцова и Кольченко политзаключенными. Более 30 российских деятелей культуры просят выпустить из-под стражи бывшего директора Гогольцентра Алексея Малобродского. Его арестовали в рамках дела о хищениях в театральной компании Кирилла Серебренникова. Среди тех, кто подписал обращение в защиту, режиссеры Александр Сокуров и Павел Лунгин, журналист Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич. В открытом письме пребывание Малобродского под стражи они назвали чрезмерной, жестокой и неоправданной мерой. Алексей Навальный не исключает, что его могут убить за высказывания против президента Владимира Путина. Вероятность этого 50% заявил лидер российской оппозиции. В интервью американскому телеканалу CBS, отвечая на вопрос о возможности тюремного заключения из-за антикоррупционной деятельности, политик предположил, что такого рода решения принимает лично Путин. Но что у него в голове, никто не понимает. Алексей Навальный намерен баллотироваться в президенты на выборах в следующем году, хотя по российскому закону лишен такого права из-за непогашенной судимости. Страна обвинения запросила 8 лет колонии для одного из лидеров крымско-татарского национального движения. В аннексированном России Крыму идет суд по делу Ахтема Чайгоза. Замглавы запрещенного России Межлиса крымских татар обвиняют в организации массовых беспорядков. Его задержали два года назад за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины. Митингующим противостояли пророссийские активисты. Тогда в давке погибли два человека. Сам Чайгоз вину не признает. Правозащитный центр «Мемориал» считает его политическим заключенным. Власти Венесуэлы объявили об успешном подавлении военного переворота. Никаких данных из независимых источников о случившемся нет. Вчера утром в сети появился видеоролик. Группа вооруженных людей объявляет о начале восстания. Они при этом подчеркивают, что это не переворот, а борьба за возвращение демократии. Через несколько часов президент Николас Мадуро заявил, что группа людей попыталась захватить оружие на военной базе недалеко от города Валенсия. Президент назвал случившееся террористическим актом. По его словам, арестованы семь человек. Власти разыскивают еще десятерых. Вице-президент США Майк Пенса проверк сообщение о том, что он собирается баллотироваться на следующих выборах президента в 2020 году. В субботу газета New York Times опубликовала статью о начале подготовки некоторых республиканцев к президентской кампании. В ней утверждалось, советники Пенса сообщили донорам партии, что вице-президент может баллотироваться, если в выборах не будет участвовать Дональд Трамп. В аннексированном Крыму открыли памятник Фиделю Кастро, хотя власти Кубы запретили строить монументы в его честь. Стеллу с портретом лидера Кубинской революции лавочкой установили в деревне Оленевка. На церемонии открытия представитель местных властей, он был в футболке с портретом Че Гевары, заявил, что в будущем всю набережную длиной 4 километра могут назвать в честь Фиделя Кастро. Точное название этой набережной – это символ того, что республика Крым, как и Куба, борец за свободу.